Чтобы и вам, и им было комфортно и приятно, мы наденем с вами вот такие вот шапочки. Если вдруг на вас села пчелка, это значит, что вы ей понравились, что вы пахнете как цветок. Просто скажите об этом мне, я ее с вас сниму, все будет в порядке и хорошо. Я уверена, во время экскурсии у вас будет много вопросов. И также я уверена, что сама экскурсия просто в какой-то период времени для вас вопрос ответит. Если нет, после экскурсии отлично все это время. Меня зовут Мари, мы начнем чуть дальше, пройдемся со мной. Короче, не упущат они. Он не идет. Он не идет, он не умеет. Он не умеет, он не умеет. Не умеет шерпать. Можно погладить. Погладить можно? В смысле, можно погладить? Ух ты, я не чувствую себя. Обратите, пожалуйста, внимание на данное здание. Оно называется «Амшаник». Пройдем на зиму, как здесь зимуют пчелы. То, что вы видите, это всего лишь крыша. Само здание находится на глубине двух с половиной метров. Температура в «Амшанике» плюс пять градусов, но в «Ульях» плюс двадцать. Все потому, что зимой пчелы не спят. Они впадают в состояние анабиоза, когда они ленивые, малоподвижные, только кушают и заботятся друг о друге. Пройдемте дальше. Это солнечная воскотовка. Сюда мы закладываем старый воск и соты. Под температурой солнца эта конструкция нагревается до восьмидесяти градусов. Ну ладно, спасибо. Какая прелесть. Утрудня нет жала. А, вот его можно погладить. Вот его можно погладить. Ай, Катя, потрогай. Ну что, ну нет жала, сказали. Нет. Ладно. Итак, здесь мы получаем уже чистый воск, из которого делают свечи, восково-масляные крема с живицы и так далее. То, что остается здесь, уже будет называться мерва. Мы ее также используем для придания цвета и аромата нашим настойкам. Можно подойти, понюхать запах здесь у них просто. Пошлись. А я пока с тронкой поиграюсь. Ой, прям вкусно пахнет. Так. А ты не хочешь к ним? Боишься? Пройдемте. Итак, это у нас паилка для пчел. Здесь пчелки получают полезные микроэлементы и минералы. Как вы уже знаете, пчелки кушают мед. Также они кушают пергу. Она для них как хлеб. Но пьют они воду с добавлением морской соли, то есть соленую воду. Чтобы не летать далеко на реки и озера, другие водоемы, они все это получают здесь. Пока пчелки пьют, они максимально спокойные и отвлеченные. Кстати, мы можем сравнить размеры обычных пчелок и трутня. То есть он огромный. А почему трутень не улетает сейчас? Я не знаю. Не хочет и не улетает это его. А вам его отдали, потому что он нормальный. Просто так отдали. Просто нашли его в соте и отдали. А, я просто думала, может, он что-то там с ним не то. Сдыхал. Итак, я покажу вам, как можно погладить пчелок. Вот так вот мы к ним подходим и вот так вот гладим. Не нравится. В этот момент они могут на нас садиться, они могут летать вокруг нас, врезаться. Самое главное, резко не дергаться. А вообще ужалить же она может? Если резко дернуться, да, конечно. Ну, блин, хочется, конечно, погладить. А тут она что такое с ней? Мертвая. А, мертвая. Я думаю, что она без движения. Блин, вот это может быть. Блин. Я боюсь. Не, ладно, я не буду гладить, это я боюсь. Ой. Не очень хорошо. На пупке у него нет жала, то есть вообще абсолютно. А если подойти к пчелкам поближе, у них прям острье такое. Ну, да, походу он умирает. А сколько они за влажки? А я сейчас все расскажу. Все, все погладили, все довольны? Я боюсь гладить, потому что я не буду рисковать. Ну, этого-то я погладила, у него жжа... А-а-а! Прилип ко мне что-то. Они вот здесь вот всегда пушистые. А, вот у него жала нет. А, я думаю, что такое-то вибрация-то от крыльев идет? Да. Ух ты, слушай, прикольно. Ты пробовала? Его как будто гладишь, смотри, а он начинает крыльями так вот. Тын-тын-тын-тын. Чувствуешь, да? Прикольно. Миша, попробуй, знаешь, как прикольно, крылышками так вот. Забавно. Мы сейчас с вами подойдем к улью. Напротив ульи метр-полтора, это взлетно-посадочная полоса, то есть здесь можно врезаться в пчелы. По боку просто вот тут полностью ваша территория. Да, здесь безопасно. Я стану вот с этой стороны. Пока я буду вам рассказывать про пчелок, хочу сразу, чтобы вы заметили, когда пчелки будут залетать, пока я буду все это рассказывать, у них по бокам будет что-то желтое. У кого-то светло-желтое, у кого-то темное желтое, прямо в мешочках. Это пыльца. Они ее собирают, отрамбовывают в мешочке, потом заносят себе в улей. В этом улье стоит пыльцесборник, металлическая сетка, поэтому когда пчелка будет залетать, эти мешочки цепляются, остаются на ней. Если же пыльцесборника нет, то пыльца попадает в соту, там пчелки ее ферментируют, происходит процесс брожения вместе с медом. И таким образом получается перга, то, что они кушают, как хлеб. Итак, что мы с вами видим? Это двухэтажный улей. На одном этаже находится до 15 тысяч пчел. В данном 40 тысяч. Место, откуда залетают и вылетают пчелы, называется литок. Внутри каждого литка есть пчелы-охранники. Это самые старые и агрессивные особи. Они защищают от пчел-воришек соседних пасек, от насекомых вредителей, от пальцев, иногда любящих туда залезть. Как и в обычной семье, у нас есть мама, матка. Живет она 5-7 лет. Достигает 20 мм. У нее только одна задача, это сеять расплод. В период раения в сутки она плодит 2,5 тысячи личинок. Дальше у нас идут мальчики. Трутни. Трутинь это единственная пчела, которая не имеет жала. Выполняют они две задачи. Первую оплодотворяют матку в полете, в первый день ее жизни. А вторая следят за оптимальной температурой расхода, чтобы она всегда была 36 градусов. То есть, как вы правильно заметили, пчелки создают вибрацию, и ей они либо нагревают, либо наоборот проветривают соты, ульи, все, вот эти ячейки и так далее. Живут они недолго, только 3-4 месяца. Как только наступает время, заносить всех пчел вам шанит. Пчелки это понимают. Также они понимают, что трутни слишком много едят и занимают место. И их выгоняют. Если трутни улетать не хотят, им обрывают крылья, они не могут добыть себе пищу и умирают. А обрывают крылья кто? Сами пчелы? Пчелки, да. Ничего себе. Это все, например, только пчелки матки и мне занимаются. Всю остальную часть пчелосемьи составляют пчелки. Живут они до месяца. Каждый день по 3-4 раза они летают на расстоянии 5-7 километров. Из-за этого у них попросту стираются крылышки и тельцы. Но в период роения пчел становится невероятно много. Они сами понимают, что им уже тесно в улье, и они создают себе новую матку. Несколько личинок они поют маточным молочком. И когда образуется новая сильная, старая забирает 40% своего населения и перелетает в новых ульях. Пасечники все это стараются замечать и сами переносить в новые ульи, чтобы рой не улетел. Пройдемте посмотрим на пчелы в дикой природе. Это демонстрационный улью о том, как пчелы живут в дикой природе. Мы их в ламшанник не заносим, мед у них не собираем. Они здесь автономно находятся, есть литочек. С этой стороны мы его не увидим, он полностью пчелками облеплен. Но выйдем с вами еще посмотрим. Что мы еще можем заметить? Есть светлые соты, есть темные. Светлые это только воск. Темные это воск с прополисом. Как мы уже знаем, прополис это мощный антисептик. И каждую щель в своем улье пчелки обрабатывают этим средством, чтобы не завелись насекомые, вредители, плесень и так далее. Шестигранная форма у сот максимально актуальна в дикой природе по многим причинам. Одна из которых это то, что именно шестигранник прекрасно передает вибрации. А пчелки общаются благодаря вибрации. Например, рано утром пчелка развечется, полетела на ужайку, узнала, что там очень много полезной пыльцы. Она возвращается обратно, садится на край любой соты и начинает танцевать. Своим танцем она создает вибрацию по всему улью. И все пчелы знают, куда лететь и что собирать. Как же без. Вот так вот. Прикольно. Пройдемте по спину пчелок. Дырочка, откуда они вылетают и залетают. Мы ее не увидели именно изнутри. Просто по одной причине. Они ее полностью залепили. То есть они таким образом терморегулируют. Им нужно сейчас нагреть улей. Они полностью залепили, чтобы воздух не поступал. Если, допустим, им проветрить нужно было, все эти пчелы вылетели бы. Они бы здесь были. Тусовались. Пройдемте по спину. Как вы видите, во всех этих домиках летки расположены наружу. Внутри пчелок все герметично заклеено. Как-то выкормили, помните, что выкормили пасху и шелушку под кайловой. Пожалуйста. Туда можно сесть или лечь. Не разбываемся. Шапочки снимаем. Захотите. А, заходите сюда? Да. Снимать шапочки. Можно и снимать. Это ульи, да? Фигасиу. Заходите. Ложитесь. А пока что, если я помню, я к вам сейчас приседуюсь. А, ложиться надо? Как только мы с вами улежимся, я помню. А, то есть сюда ложиться надо. А в чём именно 2001? В том, что я в руках точно держу одного трубня. А, это не все. Это было шутка. Все, я готова? Пойдём? Угу. Есть поверье, что если взять трубня в лодку и внулать в него, то если он полетит, значит будет солнечная работа. Если он не будет летать, как вот он сейчас отказывается летать, его и уплевать не нужно, то по-любому полёт будет. Ну, мы сегодня и так больше вещали, он и так уже был. Ну, у нас пока ещё не было. У вас нет, а уехали на то, где у него. Ну, такой какой-то капелька, не у нас. Да. У меня почему-то вообще не было. Наточка вылетает, то есть первый день своей жизни и её в полёте. Все, подпалили. И на земле. У-у-у. 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 Пойдём на классику. Я хочу вам рассказать. Ну, что здесь в итоге пчёл. Ну, давайте посчитаем. В некоторых один этаж, в некоторых четыре. 357. В среднем берём сколько? Три. 357 пчёл в одном ульях? 357 ульев. А, ульев. В ульях по два этажа в среднем. В одном этаже у нас 20 пенсич. Вот. У меня мозг салонсный. Там плюс-минус больше 70 миллионов. Фига себе. Да только на этом туда. Офигеть. Такой большой. Большая, вернее, пасека. В таком прекрасном месте. Вокруг горы. Он умирает. Они так медленно себя ведут. В тот момент, когда уже всё просто... Он на ногах не держится. Его выжатся. Ну, что-то. Нет. Скорее всего, он задался вот в эту сутку, в которую пасечник уже относил. И, собственно, там хотел уже умирать. Да, он лежал. На покой. В меду. В меду. В раю. Ага. В медовом раю. Давай. С-с-с-с. Мне понравилось. Всё, пойдёмте на дегустацию. КОНЕЦ